Благодарю вас. Меня зовут Нил Бакли. Газета Financial Times. Господин президент, как сообщали один из ваших глобальных коллег по миру, говорил, что вы не думаете, что Украина – это реальная страна, вы считаете, что Украина – это страна, которая состоит из частей других стран. Не могли бы вы подтвердить это высказывание? Так ли вы считаете? Считаете ли вы, что Украина есть право на существование в качестве суверенного независимого государства, и на самом деле Украина является реальным государством? Если вы так считаете, является ли Новороссия, тот регион, о котором недавно говорили, частью этой страны? Если это так, то почему в СМИ, в том числе репортеры моей собственной газеты, говорят о том, что солдаты, которые носят российскую форму, присутствуют в Новороссии сейчас? И хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою уверенность в достоверности фактов, которые представляет наш репортер, несмотря на то, что он подвергся недостоверной критике со стороны российских властей сегодня днём. Благодарю вас. Первое, что касается моего отношения к Украине как к суверенному государству. Никогда не подвергал сомнению то обстоятельство, что Украина является современным, полноценным, суверенным европейским государством. Другое дело, что история формирования Украины в его сегодняшних границах – это довольно сложный процесс. А вы что, разве об этом не знаете? Вы что, не знаете, что в 1922 году часть земель Российской Федерации, которую как раз вы и называете, в общем-то это всегда исторически так, исторически называли эти земли Новороссии. Почему? Потому что это, по существу, был один регион с центром в Новороссийске, поэтому назывался Новороссией. Это вот Харьков, Луганск, Донецк, Николаев, Херсон, Одесская область. Они были в 1920-е годы, в 1922-м, в 1921 годах при создании Советского Союза, переданного от России к Украине. Формулёвка простая была у коммунистов для того, чтобы поднять процентное соотношение пролетариата на Украине, для того, чтобы, видимо, обеспечить себе больше голосов при различных политических процессах, потому что крестьянство считалось мелкобуржуазной, враждебной коммунистом средой. Нужно было поднять процентное соотношение пролетариата. Первое и потом. Второе, видимо, я так думаю, вторая причина заключалась в том, что в ходе гражданской войны часть националистических сил на Украине пыталась получить эти территории, но не смогла. А большевики как бы уже своим ставленникам на Украине говорили, что вы можете показать это украинскому народу. Вот националисты не смогли, а вы получили. Но в рамках единого государства это не считалось чем-то таким большой потерей для самой России, потому что это было в рамках единого государства. В 1954 году Хрущёв, который любил постучать сапогом в ООН, почему-то принял решение передать в Крым, в Украину. Сделано это было тогда с нарушением даже советского закона. Скажу, в чём было это нарушение. По действовавшим тогда нормативным нормам, по законам Советского Союза, для того, чтобы одну территорию передать от Союзной Республики другой Союзной Республике, нужно было решение Верховного Совета одного и второго субъекта, то есть одной республики и второй. Этого не было сделано. А что было сделано? Решение проштамповали соответствующим решением Президиума Верховного Совета и РСФСР, и Украине, но не самого парламента, а только Президиума. Это было грубое явное нарушение действовавших тогда норм. В 1990-е годы, после развала Советского Союза, Крым добился и провозгласил автономию, по сути, с большими полномочиями. К сожалению, киевские власти тогда пошли на ликвидацию этих автономных полномочий и свели их к нулю, централизовав все и политические, и экономические, и финансовые процессы. Это что касается Юга-Востока Украины. Что касается Запада, а вы что, не знаете, что ли, что после Второй мировой войны часть территории была прирезана к Украине как результат Второй мировой войны? Часть отрезали от Польши, от Венгрии, по-моему. А Львов каким был городом, если не польским? Вы что, не знаете об этом, что ли? Зачем вы мне такой вопрос задаёте? Значит, за это Польши добавили территории, изгнав немцев из ряда восточных областей. Ну, спросите, вот там есть целое объединение изгнанных, так называемое. Хорошо это было сделано или плохо? Я сейчас не могу давать этих оценок, но это было сделано. В этом смысле, и трудно с этим не согласиться, всё это надо признать, что Украина довольно такое сложно сочинённое государственное образование. Но так сложилось, и мы исходим из исторической данности. Но это совсем не значит, что если, скажем, народ Крыма в результате государственного переворота при поддержке наших западных партнёров озаботился своим будущим, испугался за себя и за своих детей и воспользовался предусмотренной в международном праве нормой, дающей право на самоопределение, не значит, что мы не уважаем в целом суверенитет украинского государства. Мы это уважаем и намерены так, с уважением относиться к этому в будущем. И очень рассчитываю, мне кажется, что это неизбежно, на нормализацию российско-украинских отношений и на их развитие.